Здравствуйте дорогие друзья! Итак, перед нами уже недельная глава шлах. Не самая легкая, скажем так, глава. Давайте выберем из нее, так как еще сегодня воскресенье, время май, такой моменты, которые меньше освещались раньше. Говорится в нашей недельной главе, что когда речь идет о законах, что один закон будет у вас для вас и для празелита, для человека, который примет еврейство. И, вы знаете, написано в Кабале, что когда все сущности духовные, тут надо правильно понимать, это духовная сущность, стояли у Гаврисина, и перед этим, когда Бог предлагал им Тору, написано, отказались другие народы. Но внутри этого народа были такие духовные как бы сущности, нам это сложно понять, которые хотели принять иудаизм. А внутри еврейского, наоборот, были те, которые не хотели. Так вот, в результате истории, те, кто не хотели отделяться от еврейского народа, а те, кто хотели, они в него войдут и называются не празелитами. Доля празелитов, она, как ни странно, очень и очень большая. Более того, считается, что пока все те души, которые хотели принять еврейство, не попытаются их, по крайней мере, принять, не придет в машинах. Я вам приведу быстро два примера таких великих и известных. Один, это самый известный, это Граф Цедак, это граф Потоцкий, он перешел в великий человек, он изучил иудаизм, решил перейти в него, получил имя Авраам. После этого три года католическая церковь пытала его, пыталась мучительными пытками, чтобы он отказался, но этого не сделал, был приговорен к смертной казни и сожжен. Известные раввины того времени говорили, что в нем была необыкновенная душа. Еще говорили, что наш праотец Авраам в три года узнал Всевышнего. Первые три года у него, он стал евреем в три года. И вот эти недостающие три года его жизни, была душа возвращена в душу Потоцкого и после этого вот так произошло, как произошло. Вы знаете, я вам расскажу еще короткую историю о менее известном, но потрясающем случае Великого Празелита. Речь идет об Ариадне Скрябиной, дочери композитора, великого русского композитора Скрябина. Она была талантливая журналистка, очень побурьковала целую серию статьи, начала изучать историю религии. И потом она постепенно начала соблюдать кашруты, законы. В Париже она познакомилась с поэтом Давидом Кнутом, еврейским. И они начали заниматься журналистикой и так далее. Их мечтой было уехать в Палестину и поселиться в Иерусалиме. И вот, к сожалению, этим планам не суждено было сбыться. Европа была оккупирована фашистами. И когда немецкая армия вошла в Берлин, простите, в Париж, то началась кампания по уничтожению евреев. И Ариадна решилась на самый важный шаг в ее жизни. Она приняла уедаизм. Представляете, человек во время того, как у тебя в стране евреев уничтожает, принимает иудаизм. Стала еврейкой. И это надо вдуматься во все это. И они приняли участие, Давид и Сара приняли участие в создании еврейских вооруженных отрядов. И в условиях подполья она работала с французским подпольем. Очень много участвовала в сопротивлении. При всем при этом она создала еврейскую атмосферу. И там, где она была, была еврейская кухня. Все это фантастика. В 1942 году. В 1942 году у них родился сын. И на восьмой день был совершен обряд обрезания. И мальчика называли Иосифом. Сара участвовала в вооруженных акциях. Очень много раз. И вот летом 1942 года, когда группа подпольщиков попала в засаду, то что нам известно, немцы начали их преследование. И подпольщикам пришлось отходить и прикрывать их осталось сара кнут. Ей было 39 лет, когда она могла прожить другую жизнь. Она могла, наверное, быть счастливой мамой, счастливой воспитательницей какой-то, не знаю. Но она связала свою судьбу с еврейским народом. Она предпочла, Ариадна Крябина предпочла умереть еврейкой Сарой Кнут. И вот то, что нам говорит Каббала, в это можно только верить, мы не можем понимать. Эти люди заняли такой высокий уровень наверху. Такой высокий духовный, я не знаю, такой заряд они дали в этот мир. Что написано, что после смерти, например, Потоцкого ушла нечистота немытых рук. Что теперь, когда мы моем руки, чтобы мы знали, в десятки раз была больше нечистота, например, до смерти Потоцкого. Потому что, когда такой великий праведник, такой великий празелит уходит из мира, то что-то происходит и в положительном плане. Вот теперь, когда вы это услышали, вы когда будете общаться с людьми, перешедшими в едаизм, вы немножко меньше, может быть, будете, или менее поверхностно смотреть. Это великие люди, и без них не будет Машеха. Бархава и Ацлаха.